Ну, безусловно, с праздником, безусловно, с юбилеем, с первым, с маленьким, с десятилетием. Я думаю, что на сегодняшний день «Ведомости», ну, как ни крутите, это наиболее профессиональная, наиболее честная, открытая газета. И каждый бизнесмен, который хочет чуть-чуть услышать или увидеть альтернативный взгляд на то, что происходит вокруг, обязательно будет начинать свой день с газеты «Ведомости». Чего и делаю я лично. Поэтому старайтесь быть такими же, может быть, даже чуть лучше, хотя это не просто в наше время, у вас получается. При этом хотел бы отметить, что, конечно, газета «Ведомости» обладает рядом достаточно специфических особенностей, в частности, по отношению ко мне. И если определенные новости, связанные с другими бизнесами, как правило, сопровождаются заголовками «Мечел» чего-то там делает, «Евраз» чего-то приобрел, «Газпром» что-то сделал, то все, что касается нашей группы, звучит приблизительно так. «Вексельберг пошел туда-то», «Вексельберг купил то-то», «Вексельберг сделал еще что-то». Я усматриваю в этом определенную симпатию ко мне. Большое спасибо. Это большая персонификация. Может быть, правда, некоторое таинство кроется в моей фамилии, потому что одно из коренных слов «Вексель», которое явно перекликается с экономической подоплекой вашей газеты. Второе спасибо за то, что я, в принципе, достаточно фото-негигиеничный человек, и сделать мою фотографию еще в газете разбестить достаточно сложно. Надо дать вам должное, в отличие от коммерсанта, что все фотографии, которые вы размещаете, отличаются определенным качеством. Я думаю, что большое спасибо фотокорреспондентам, в частности, оператору, который сейчас меня снимает. Я думаю, тоже получится замечательно. Поэтому в этом плане тоже большое спасибо. Я думаю, что это результат того, что руководят газеты «Женщины». Лысова, Осетинская, даже сегодняшний персонал – это тоже женщины. Я думаю, что чувство тонкости, какой-то женской интуитивности, безусловно присутствует во всей газете и пронизывает ее, так сказать, наполняет жизнью и каким-то новым качеством по сравнению со всеми другими бизнес-изданиями. И еще один важный элемент, который я хотел бы подчеркнуть, как для меня достаточно странно было. Я своего сына, студента Ельского университета, все время заставляю читать хоть какую-то газету, хоть какую-то первую страницу для того, чтобы немножко ориентироваться в мире происходящих событий. Честно говоря, у него два языка приблизительно равных, но он больше любит читать на английском, чем на русском. И поэтому я ему там подсовываю в «Ostral Journal», «Financial Times» и аналогичные издания. Но тут я в последнее время увидел, что он значительно больше предпочитает почему-то застаю его в руках сведомости. И я думаю, что это лучшая индикация о том, что и формат изложения материала, и доступность, и акценты вашей газеты, они доступны не только состоявшимся и успешным людям, но и тем, кто делает первые шаги. Поэтому, как всегда говорится, устами младенца глаголит истина. Поэтому, я думаю, устами наших детей тоже подтверждают ту истину о том, что у вас все хорошо получается.